Всем привет, меня зовут Юлия Месс, и сегодня мы с вами смотрим седьмую серию седьмого сезона шоу ТОП Модель по-американски. Благодарю вас за комплименты, которые вы мне написали под предыдущим видео насчет моего цвета волос, укладки, прически. Я так поверила в себя, что сегодня я без мейка села снимать, только я снижки подкрасила и губы. Но загар, что сказать, загар делает свое дело, кожа становится ровнее. Надеюсь, что вы тоже уже успели позагореть. Кстати, сегодня у нас будет первый конкурс за это лето, я приготовила для вас подарочек. Я позже чуть о нем расскажу, просто этот подарок спровоцировал меня подумать о конкурсе. Вот так, заинтригую немножко. Надеюсь, что вы классно проводите лето, но все-таки находите время по воскресеньям, по утрам посмотреть этот выпуск вместе со мной. Сегодня хочется без долгих вступлений. Кстати, Киса сегодня попросилась с нами смотреть, она здесь лежит со мной рядышком. И давайте начинать. По скриптум, много было вопросов, почему ушла ЭйДжей. Мне скинули информацию, что там не все так просто. И она в интервью рассказала, что была какая-то причина, якобы, что она попросила ее исключить. Там не все так просто, как нам могло показаться. Поэтому ждем спецвыпуск. Я найду информацию, обязательно вам все расскажу, как было все на самом деле. В предыдущих выпусках Мишель открылась своим подругам. Думаю, я лесбиянка. А вот Аманда промолчала. Ты просто не хочешь признать это. Я не знаю, что тебе сказать. Проход по красной дорожке с Дженнис взволновал девушек. Отдай микрофон. Фотосессию Мэл Рос провела блестяще. А вот ЭйДжей не смогла скрыть своей индифферентности. На больше мое лицо не способна. Судьи не знают, насколько это для тебя важно. И ее отправили домой. Осталось восемь девушек. Кого исключат сегодня? Кристиан, Анчел, Керри Ди, Юджина, Меган, Аманда, Мишель. Топ-модель по-американски. Стайрый Бэнкс. Коммершиалс. Мне часто приходят запросы по поводу того, как я держу форму, как я так хорошо выгляжу. Спасибо большое, мне приятно. Но я отношусь к тем людям, у кого просто хорошая генетика и кто просто не любит много есть. Я даже сладкое не очень люблю. Последние лет пять. Я не знаю, что за особенности организма. Я ей очень рада. Однако в последнее время я не двигаюсь вообще. У меня вся работа дома. Я снимаю дома. Я даже лето провожу по большей части дома и мало гуляю. Это сказывается на качестве моей жизни. Я стала замечать, что даже при подъемах по лестнице, небольшой лестнице, которая не должна меня смущать, я начинаю тяжело дышать. Мне реально очень тяжело дается подъем даже по нескольким пролетам. Считаю это ненормальным для 26 лет, поэтому решила это исправлять. При этом вообще я люблю активность. Я ходила года два назад в зал, он у меня был близко. Сейчас у меня нет близко зала, поэтому мне то лень выходить на тренировку, доезжать до нее. Вторая причина это то, что мне страшно идти на групповые тренировки, потому что мне кажется, что все там суперпрофессионалы, а я приду ничего не зная. Учитывая то, что даже по лестницам тяжело подниматься, я думаю, что на групповых тренировках мне будет пока тяжеловато. Выход я для себя нашла. Я плавно сейчас вхожу в режим тренировок. Мне помогает FitStars. Начала я с самых коротких разминок по 7 или 10 минут. Я эти короткие разминки использую для поднятия мотивации, для формирования привычки, потому что, когда ты по 7 минут видишь тренировку, тебе ее проще начать, чем ты видишь сразу тренировку по 40 минут, на которую надо прям собраться, подготовиться. Совет для вас. Начинайте с тех тренировок, которые вас будут вдохновлять. У меня, например, это тренировки на океане. Очень нравится визуал, атмосфера, и как на многих тренировках на платформе, там не требуется никакое абсолютно дополнительное оборудование. Ну и если у вас есть такое же, как у меня, желание потестить разные модные направления, при этом не боясь, что они вам не подойдут, FitStars тоже вам подойдет. Там невероятное множество тренировок, занятий на различные темы, в том числе самые трендовые. Поэтому я уверена, что вы для себя там найдете то, что вас будет вдохновлять. Хорошая новость для тех, на кого давят рамки и ограничения в онлайн-форматах. FitStars вернул свой легендарный безлимит, по которому доступно, мне кажется, все, что может быть доступно. Там и рецепты, и все тренировки без ограничения по времени. Кроме того, за выполнение тренировок FitStars на этом тарифе дарят суперские подарки. Вам они точно понравятся и будут служить дополнительной мотивацией. Кстати, сегодня последний день месяца, если вы сегодня оформите этот безлимит, то вам за тренировки будут доступны фитнес-коврик, фитнес-ленты тканевые, денежные сертификаты в их фирменный магазин, фирменный магазин FitStars. Но если этот ролик попался вам чуть позже, тоже не переживайте, перейдите по ссылке, посмотрите, какие подарки вас ждут. Они там всегда классные, просто меняются с каждым месяцем. Что будет в июле, даже я пока не знаю, поэтому перейдите, посмотрите сами. Не оставлю вас без промокода, здесь он супер выгодный. По промокоду МЭС вы получите скидку 70% на безлимит навсегда. Мне сообщили, что цены на безлимит будут повышаться, поэтому если вдруг вы давно хотели, но оттягивали, сейчас самый классный момент купить. Сейчас будет неожиданно от меня, но в раздел с рецептами я вам тоже рекомендую заглянуть, потому что там очень простых рецептов много, и они выглядят прям аппетитно. Там подсчитано КБЖУ и калорийность сразу. Тоже очень удобно, если ведете дневник питания или следите за белком, например. Переходите по ссылке, которую я оставлю в описании под этим роликом, познакомьтесь с платформой и присоединяйтесь. Самое сложное в заботе о себе сделать первый шаг, а для такого шага, как домашняя тренировка, нужно всего лишь нажать пару кнопок. Кто взял соду? Я просила с тонкой курочкой. Как получилось? Мы здесь уже несколько недель, и девушки начинают проявлять свой истинный характер. Джеда постоянно жалуется на то, что ей остригли волосы. Кэриди ходит полуголая. Мне надоело слушать нытье Анчел. А Мэлрос так норовит ударить тебя в спину. Господи. Хорошо. Бедная Анчел. Она постоянно борется со своим весом. У нее явно заниженная самооценка, и изменить это может только она сама. Надо быть сильней. Я из тех, кто привык находиться в тени. Я всегда стеснялась своего веса. И это очень угнетает меня. Очень удобная у них там фишка, если заметили. Ты идешь по подиуму и видишь себя. Это как, вот помните, я вам про зеркало рассказывала. На первых фотосессиях можно подставить зеркало или заранее даже потренировать какие-то позы, потому что когда ты себя видишь, тебе намного проще чувствовать свое тело, да. Тут вообще офигенная опция, и у Анчел классная походка, надо сказать. Посылки. И мне тоже. Она получила посылку. Думаю, это посылка в честь окончания школы. Скоро выпускной бал. Она прислала мне копию моего диплома. Слушайте, ну как вообще совпадает, что мы в период выпускных смотрим вот эту серию. У меня даже немножко мурашки. Пошли, напишите, у кого, откуда выпускные сейчас были, как вы сдали все свои экзамены. Я видела, в Телеграме делились. Там даже такое у нас, конечно, сообщество. Там девушка написала, что она сейчас прям идет сдавать, не помню, то ли диплом защищать, то ли что. Там все ее поддержали. Она потом отписалась, что все хорошо прошло. Я не знаю. Просто вы лапочки. Реально. Напишите, как у вас проходят выпускные, откуда вы выпускаетесь, какой у вас этап закончился. Очень интересно почитать. Я, кстати, могу прикрепить. В Телеграме скину свои выпускные фотки. Делитесь тоже там своими. Давайте сделаем такой пост. Интересно будет посмотреть, потому что я думаю, что многие поменялись. У кого были давно выпускные, ну и актуальные. Скидывайте фотки, кто сейчас выпускается. Очень интересно посмотреть будет. Видите? Я знаю, что это будет чудесная церемония, но мне придется пропустить ее. Я пошла на эту жертву сознательно, и я счастлива, что нахожусь здесь. Проснувшись утром, я вышла в сад и увидела там все это оборудование. Мне стало интересно, что же сегодня будет. Доброе утро. Я Элиса, продюсер, и сегодня у нас будет импровизированная фотосессия. Хочешь увидеть, кто будет фотографировать? Конечно. Выходи. Тайра. Привет. Мы ждали это. Ну, я ждала точно в той серии. Этого не произошло. Но сейчас-то... Ура. Люблю снимки от Тайры. Жду какой-то минимализм, портреты. Мел Роуз. Привет. Сегодня я буду вашим фотографом. Здорово. Я фотографирую уже 10 лет. Не профессионально, а так, для себя. Снимаю своих друзей, виды. В первом сезоне топ-модели по-американски я снимала финалисток. А недавно Николе Ричи. Сегодня буду снимать вас. Это будут... Ладно. В той серии фотки мне, наверное, понравились из-за черно-белого. Ракурсы были странные. Но на них девушки очень красиво получились. Вот то, что Николь Ричи, она снимала фотку, показали, ну... Не очень. Черно-белые фотографии. Я хочу, чтобы вы поймали нужное настроение. Злость почти дьявольская. При этом вы должны оставаться сексуальными. Я поняла. Каждый из вас будут надевать специальные контактные линзы. Они придадут вам сверхъестественный блеск. Сейчас тобой поработают стилисты, но это займет минуты три. Я готова пугать. Я готова пугать. Готова, Мэл Роуз? Больше напряжения в руках. Вот так. Хорошо. Злобная, но чуть растерянная. Ты посылаешь проклятие. Они, в общем, сделали им линзы цвета моих глаз, когда, помните, я снимала как-то на солнце, и все возмущались в комментариях, что кого-то напугало. Напугали мои глаза. Ну, я не знаю, кто кого смотрит, кто на кого обзоры снимает. Уместе в таком виде появляться нельзя. Брук, иди сюда. Можно я буду рычать? Делай все, что хочешь. Смотри на меня. Расслабь рот немного. Я знаю, что быть молодой не всегда хорошо. У меня нет такого опыта, как у других девушек. Что ты предлагаешь для нее? Кошачьи глаза. Кошачьи? Да. Представь, что судьи говорят, что у тебя получились отвратительные фотографии. Хорошо. Так. Я не уверена, но, возможно, все получилось с первого же кадра. Правда? Обычно. Очень красиво, на самом деле. Нравится мне вот эта простота, при этом с какой-то деталью. Я не знаю, как так получилось. Я не смотрела заранее серию. Давайте я сейчас расскажу о конкурсе, который я для вас приготовила. Просто, чтобы вы понимали, что я вам хочу подарить. И сейчас расскажу, за что. Это ежедневник. Планер. Я хочу подарить кому-то, чтобы это помогло, может быть, как-то улучшить даже жизнь. Чтобы была ассоциация со мной, с кисой, может быть. В общем, хочется кого-то порадовать. И конкурс я сделаю по традиции креативный. Мне очень понравилось, когда мы с вами придумали название для серии. Сейчас я вам предлагаю в комментариях под этим роликом пофантазировать на тему того, какую фотосессию вы бы сделали в рамках этого сезона. Например, шоу TalkModel по-американски. Что бы вы придумали? Попытайтесь словами описать эту фотосессию. Как бы она выглядела. А те, кто не хочет участвовать или не хочет придумывать, креативить, обязательно заходите и посмотрите чужие комментарии. Ставьте пальчики вверх на те комментарии, которые вам понравятся. И самый залайканный комментарий получит от меня вот этот подарок, ежедневник с таким кошачьим рисунком. В принципе, это тоже даже в стиле этой фотосессии получается. Надеюсь на ваши креативные идеи. Очень жду, уже хочу почитать. Участвовать можно до пятницы, но чем быстрее вы выложите свой вариант, тем больше голосов у вас есть шанс получить. Итоги я подведу в пятницу, в будущую пятницу в телеграм-канале. Поэтому обязательно будьте на связи, подписывайтесь и не пропускайте. А мы продолжаем смотреть. С контактными линзами я вижу лучше, но сейчас я вижу хуже. Работаем, Мишель. Наступи на мешок с песком. Я хочу, чтобы на твоем лице была написана злость. Так. Снимок будет большой? Он будет прекрасным. Хороший вопрос. Ты выглядишь так, будто сейчас кого-нибудь укусишь. Снимок будет большой? Он будет прекрасный. Тут интересно посмотреть, перевод ли это или нет. Потому что, в принципе, вопрос, наверное, не про размер снимка, а про кадрирование. То есть, какая часть меня будет на снимке? Это хороший вопрос, чтобы понимать, куда всю энергию давать. Понятно, что есть вот этот вариант, когда ты модель из головы до пят. Помните это выражение? Но все-таки, когда тебя фотографируют портретно, ты чуть лучше можешь ориентироваться в кадре, чуть больше внимания уделять той области, которая нужна. Поэтому классный вопрос на самом деле. Но при этом оставайся моделью, как во время Хэллоуина. Есть. Молодец. Хорошо. Начинаем. Глаз болит. Ты даже не представляешь, какой у тебя сейчас устрашающий вид. Я не люблю выглядеть как ненормальная. Это не мое. Мне нравится быть красивой. Хорошо. Как мой фокус? Не смазан? Я чувствую ее движение, меня трясет. Да, и не забывай, шеи, просто от лицо. Ты профессионал. Я ничего не вижу. Вот так, замри. И еще. Ты само зло. Я проверю, что получилось. На пленке я вижу красивую девушку, которая очень нервничает. Ей не комфортно. Я не хочу, чтобы ты о чем-то задумывалась. Ты уверена в себе? Я права и точка. Даже если я не права, я все равно сделаю по-своему. Поняла. Вот теперь я вижу уверенную в себе девушку. Наклонись чуть вперед. Рука уходит назад. Просто с черными волосами на темном фоне. Ну, это магически выглядит. Мне очень хочется посмотреть, что там получилось. Насколько я помню, в этих сериях это не единственная фотосессия. Они не оставляют фотосессию Тайры как основную. Поэтому посмотрим. Интересно. Опусти подбородок. Вдруг Тайра оказалась прямо передо мной. Она мне что-то говорила. Это было что-то. Честно говоря, я очень волновалась, хорошо ли получится. Закончили? Все? Да? Точно? Да, все получилось. Это было не так уж трудно. Надеюсь, тебе понравится. Люблю пугающую сексуальность. Что-то темное, глубокое, но очень чувственное. Кэрриди, ты почувствовала настроение. Я обожаю камеру. Ну, сколько энергии в Кэрриди, согласитесь. Я в шоке. Она так включилась, так поймала этот образ. Возможно, потому что он ей близок, но она, по-моему, на каждой фотосессии так включается. Обними меня. Большое спасибо, это было весело. Увидимся позже. Письмо от Тайры. Готовы продемонстрировать свои достоинства? Вопрос, вопрос, вопрос. С любовью, Тайра. Мы будем дефилировать в белье? Здравствуйте, леди. Мне показалось, что это Дженнис Диккенсен. Я думаю, вау, вторая серия подряд. Добро пожаловать в великолепный исторический театр Эл Рэй. Вы знаете меня как Сутана. Кстати, отлично выглядите. Отлично. Сегодня я буду своим альтерага Раджой. Наконец-то мы увидели Сутана в образе Раджи. И он выглядел потрясающе. Сегодня мы будем учить вас основам сексуальных движений. Если вы готовы, я хочу представить вам свою любимую подругу. Это всем известная эстрадная артистка. Встречайте, единственная и неповторимая Дита Фонтис. Когда он сказал Дита Фонтис, я подумала, не может быть, эта женщина-суперзвезда, она путешествует по всему миру. Приветствуйте. Я подумала, господи, только это не был бы урок стриптиза, иначе мой папа умрет от разрыва сердца. Боже. Она была замужем за Мэрлина Мэнсоном. Я не поняла, это правда она или это в ее образе. Я не успела считать. Готовы к уроку? Да. Первое, что вы должны запомнить, постарайтесь никогда не выглядеть так, как будто вы слишком сильно стараетесь. Очень важно правильно двигать с бедрами. Эти движения должны быть едва уловимыми. Так делать не надо. И используйте различные предметы, они ваши друзья, они враги. Замечательно, когда на сцене у вас есть что-то в руках. Начнем с Анчел. Увидев, как это делает Дита, я подумала, я не хочу выходить на сцену, не хочу танцевать, я не умею танцевать. Что вы делаете, не заставляйте меня танцевать. Опять у нас в этом сезоне провокация, да, то есть если в предыдущих сезонах там были какие-то национальные танцы, что-то. Здесь, как вы помните, этот сезон в первой же серии начался у нас с нью-фотосессии. Теперь у нас танцы какие? Танцы бурлеск. Такие секси-танцы с провокацией, да, как я понимаю, здесь будет нелегко девчонкам. Где растут подсолнухи. Представь, что ты находишься на поле с подсолнухами, одна или со своим другом. Анчел. Анчел все время переживает из-за своего веса. Она совершенно не уверена в себе. Анчел, похоже, очень смущается. Ей надо стать более уверенной в себе и не бояться быть сексуальной. Этот предмет можно обыграть больше. Делай все, что хочешь. Если бы это была фотосессия, и ты неожиданно оказалась на полу, получился бы хороший кадр. Давай, детка. Я не знаю, что думать. Я всегда была сорвиголовой, всегда была достаточно спортивной. У меня очень странное чувство. Мэл Рос переигрывает. Они сказали, что движения должны быть не слишком явными, не такими, как у стриптизерш. Все, все, довольна. Юджина не показывает большого количества эмоций, но ее тело говорит само за себя. Хорошо? Неплохо. Хорошо, Юджина. Может, ты попробуешь? Я никогда не видел тебя с помпонами. Чуть выставили ножку, и поднимаемся вверх. Но ты хорошо двигалась. Мне очень трудно выглядеть сексуально, зная, что у меня такие короткие волосы. Я всегда работала волосами. Они всегда дополняли мое лицо. По-моему, Аманда потрясающе выступила. Она продемонстрировала идеальную комбинацию сексуальности и нежности. Хорошо. Думаю, Кэриди могла бы двигаться чуть скромнее. На ней была юбка, но она не боялась раздвигать ноги. Я смотрела и думала, я же вижу твои трусики. Я должна быть соблазнительной и сексуальной. Для меня это трудно. Я чувствовала себя некомфортно. Что это? Вот так. Брук все делала через силу. Ей явно не нравилось демонстрировать свою сексуальность. Хорошо провели время? Да. На следующей фотосессии думайте о том, какими сексуальными вы можете быть. Какая там будет фотосессия? Что думаете про это испытание? У меня двоякое мнение, если честно. Как будто с одной стороны, да, раскрепощение, оно нужно. Но через такой танец, и я бы не сказала, что здесь урок был, да, здесь скорее сразу какое-то испытание. Ну, в общем, не знаю. Как будто урок танцев был бы здесь более уместный, на мой взгляд. Возможно, нам что-то вырезали, конечно. Не бойтесь своей сексуальности, всегда чувствуйте, что вы лучшие в том, что делаете. Действуйте решительно и уверенно. Теперь вы можете поблагодарить мою подругу Диту. Спасибо. Когда я вижу на фотографиях женщин с длинными роскошными волосами, я всегда думаю, какие длинные роскошные волосы. Я хочу такие же. Мне сегодня не было весело, потому что волосы очень важны для девушки. Всю жизнь у меня были длинные волосы. Я любила свои волосы. Они были частью моей индивидуальности. Послушай, это всего лишь волосы. Без них ты выглядишь в 10 раз лучше. Ей так красиво с короткой стрижкой. Так красиво. Ну, я не знаю. То ли нам так нарезали, опять же, но... То ли действительно она не может вот так долго смириться. Какие-то проблемки, видимо, с самооценкой все-таки. Еще у меня есть идея того, что когда девушка очень хочет быть на шоу, она поняла, что модеринг – это ее, ее как будто бы ничем не остановить. А здесь мы как будто бы это не видим. Не находите? Я не чувствую себя женщиной. Я буду рада увидеть, как еще одна девушка уедет отсюда. Чем меньше участниц, тем меньше беспорядка. Письмо от Тайры. Слушайте, мама учила меня не класть локти на стол. Но она ничего не говорила о ногах. Тайра. Танцы на столе. Добро пожаловать, леди. Меня зовут Кэти Гулт, и я директор Elite Model Management. Я должна произвести впечатление на Кэти, потому что хочу подписать контракт с Elite. Сегодня со мной супермодель Кайли Бакс. Вы часто могли видеть Кайли на страницах многих журналов. Привет. Сегодня я устроила частную вечеринку, и знаете, что у меня в меню? Вы. А за мной стоит стол, который вечером превратится в подиум. Вчера вы учились быть сексуальными, и сегодня покажете моим гостям, каких успехов добились на этом поприще. Слушайте, ну я не знаю. Elite Model Management. Я так понимаю, что это агентство, с кем победитель подписывает контракт. И в целом оно известно. И они устраивают первые испытания в сезоне, когда девушки будут ходить сексуально по столу, где будут съесть гости. Сомнительно, не знаю. Я очень волновалась, потому что знала, что у остальных девочек идеальные фигуры, а моя далека от совершенства. Когда у человека красивое тело, он более уверен в себе. У меня живот торчит. Юджина слишком старалась и уж очень сильно размахивала под носом. Я боялась, что они упадут на нас. Ты заметила, что они близнецы? Разве? Я думала, она вышла второй раз. Мне было трудно ходить по столу, но я старалась думать о том, чтобы хорошо выглядеть, а не о том, что мне некомфортно. Мне понравилась работа Мэл Роуз. Удивительное чувство ритма, уверенность в себе. Она выглядела очень естественно. Потрясающее лицо. У Анчел нетипичное для моделей тело. Леди, вы прекрасно справились со своей задачей. Кэрри, мы чувствовали твою энергию. Анчел, для подиума твое тело должно быть чуть в лучшей форме. Я подумала, прощай, мой контракт целит. Мэл Роуз, в тебе чувствуется яркая индивидуальность. У тебя очень красивая походка. Брук, ты не убедила меня. Мне казалось, что ты не очень-то понимаешь, что тебе делать с этим шарфом. Победительница сегодняшнего конкурса получает право сняться для разворота журнала. И победительницей стала Мэл Роуз. Подойди сюда, пожалуйста. Теперь меня все возненавидят. Ну и пусть. Зато я выиграла конкурс. Я победила. Если ее назвали лучшей, значит, она была лучшей. Я рада за нее. Она снова победила. Ты можешь выбрать троих подруг, которые будут сниматься с тобой. Брук, Мишель и Аманда. Мы будем сниматься в модном журнале. Мэл Роуз снова победила. Она все время повторяла. Я победила? По-моему, это глупо. Ну что скажете? Сомнительный конкурс. Но объективно Мэл Роуз реально была лучше всех. Она там органично смотрелась. Даже на ее проходке мне стало казаться это менее кринжо. Потому что она уверенно так подала. Это статно. Ну, в общем, понимаете. Но на момент, когда спросили, кого ты хочешь выбрать, еще трех подруг выбери для съемки на обложке, я ждала, что она скажет, я буду одна сниматься, пожалуйста. Я самая старая для этого журнала. Но именно я попала в него. Привет. Здравствуйте. Я Туза Рубинштейн, главный редактор журнала. Рада видеть вас снова. Поздравляю, Мэл Роуз. Спасибо. Ты выиграла конкурс. Это здорово. Возможно, вы помните Бо Уиллана из первого сезона Топ-модели. А это Джеффри Джонс, лучший фотограф. Сегодня мы будем снимать для октябрьского номера, который будет посвящен тому, как сделать любой наряд чуть более сексуальным. Идеально. Я была бы рада видеть на обложке журнала любую из девушек, но, разумеется, я счастлива, что там буду я. Брук, ты выглядишь великолепно. Сегодня все было прекрасно. Я играла Брук, энергичную, счастливую, улыбающуюся девушку. Я такая есть. Классно, классно, что реальная работа в призе. Я такое люблю, вы знаете. I like. Сегодня я лишилась остатков уверенности в себе. Надо привести тело в порядок. Ты и раньше это знала. Дело не в том, что я не могу похудеть. Дело в стрессе, который я испытываю. Я устала выслушивать о других, что с такой внешностью и с таким весом я не могу быть моделью. Все дело в том, что многие слишком остро реагируют на лишние килограммы. Это про меня. Я тоже боюсь поправиться. Надо просто научиться правильно питаться. Это верно. Даже если посмотреть последний показ Джек Мюст, там много плюс-сайз девушек. И мне кажется, Анчел, будучи вот в нашем времени, она бы стреляла с таким лицом красивым, с такой фигурой шикарной. Я думаю, что просто не в то время. Но мне кажется, она из тех, кто все-таки приложил усилия, чтобы плюс-сайз вошел в мир моды. Думаю, что это шоу сто процентов влияло на индустрию все эти годы. И Анчел в том числе. Разговор с Кэриди и ее наставления очень помогли мне. Возможно, это спасет меня от исключения. Письмо от Айры. Письмо от Айры. Он смотрел на ее вздымающуюся грудь, когда она шла по подиуму. Он изнывал от желания, глядя на ее рубинсовское и при этом точенное тело. Он потянул свою сильную мужскую руку и коснулся ее шелковистой кожи. Она застонала от наслаждения и скрылась в темноте. С любовью, Тайра. И что это означает? Доброе утро. Привет. Итак, чему вы учились на этой неделе? Быть сексуальными. Есть разница между сексуальностью и порочностью. Модели снимаются для различных обложек. И сегодня вы будете сниматься для обложек любовных романов. Когда ты слышишь слова «любовный роман», сразу же представляешь себе целующуюся парочку или что-то в этом роде. Обложка любовного романа должна привлекать читателя. Вам придется держать в голове соответствующую историю во время съемки. И поверьте, я приготовил историю для каждой из вас. Джеда, ты станешь одной из любовниц Дракулы. Юджина, ты и твой тайный любовник застегнуты на месте преступления. Мишель, ты втайне любила, и теперь у тебя есть плод вашей любви. Кереди, крестьянка любит богача. Мелрус, будет мадам в борделе. Я ей завидую. Аманда, ты уходишь от своего мужчины к другой женщине. Анчел, из тебя мы сделаем Клеопатру. Брук, ты отчаянно пытаешься удержать своего мужчину, который хочет оставить тебя. О, нет. Уверена, это будет весело. Теперь я хочу представить вам вашего фотографа. Ее зовут Рэнди. Рэнди, иди сюда. Привет. Он вам все объяснил. Думаю, мы повеселимся, верно? И вы еще не видели вашего партнера. Вот уж кто все знает о в обложках любовных романов. Просто я в тот раз пробила эту серию. Я в тот раз говорю, сейчас, наверное, Тайра придет и будет их фотографировать. Или поднимается тема отношений, сейчас будет съемка с мужчиной. Просто в ту серию ноль, просто зиро. В эту серию все, что я предвидела. Джей сказал, что хочет познакомить нас с партнером, с которым мы будем сниматься. И я подумала, надеюсь, это будет молодой красавицу, которого тестостероны так и играют. Выходите, девочки. Привет. Спускайтесь. Я увидела его и подумала, господи, не может быть. Они выбрали лучшего из лучших. Я Брук. Привет, Брук. Этот человек знает о в обложках любовных романов абсолютно все. Я помню его по обложкам огромного количества любовных романов. Рубашка расстегнута, он целует всех этих женщин, обнимает их. Готовы к съемке? Да. Кереди? Юная крестьянка. Твой вид должен говорить, я не знаю, смогу ли я не могу. Я пыталась быть сексуальной, но непорочной. Она сейчас похожа на Николь Кидман, верно? Кереди блестяще сыграла. Она очень сексуальна и умеет позировать перед камерой. Отлично. Это было весело. Почти оргазм. Я подняла его на другой уровень. Мне был не очень понятен мой образ, я не знала, как его играть. Ты от него уходишь, и это разрывает тебе сердце. Я должен поверить в это. У Аманды прекрасная внешность и большой потенциал, но, мне кажется, она слишком волновалась. О чем ты думаешь, Аманда? О своем парне. Я видел сцены и посильнее. Аманда всегда привлекательна. Это не хорошо, не плохо, это среднее. Вы неразлучны? Да. Подождите, они Аманде, я сейчас только поняла, они не Мишель, они Аманде дали образ, когда она уходит от мужчины к женщине. Ну, вы понимаете, да, что они просто, это стеб на максималках. Потому что Мишель в той серии, если что, сомневалась в своей ориентации, а не Аманда. Нет, мы вообще-то очень разные. Ты бы хотел, чтобы тебя был брат-близнец? Да. Это очень интимная сцена. Вокруг вас должно быть некое личное пространство, только ваше. Кокон? Скорее, пузырь, который вот-вот лопнет. Я пыталась сыграть семейную сцену, представили, что мы пара. Только у меня никогда не было парня. Было довольно странно лежать в кровати с мужчиной, да ещё и с ребёнком. Мишель, подбородок чуть выше. Мне было весело и неловко одновременно моё тело, меня не слушалось. Смотри, что я делаю. Вот моя рука. Ты делаешь так. Я делаю так. Видишь разницу? Чуть более нежно. Обычно Мишель отлично работает на площадке. К лицу у меня претензий не было, но было видно, что её телу очень некомфортно. Соревнования становятся всё напряженнее. Да. Судьи будут очень строго оценивать ваши фотографии. Кто сумел вжиться в образ, а кто нет. Эта фотосессия очень важна для меня. Я не могу допустить, чтобы моя стеснительная стиля и низкая самооценка помешали мне проявить себя. Не хочу говорить себе «О, нет, мне этого не сделать». Отклонись назад. Чуть поверни к нему голову. Отлично. Я не думала о своём весе. Я призвала на помощь всю свою сексуальность и надеялась, что это мне поможет. Опять у Анчел очень такой образ, который без уверенности потеряется. Они каждый раз это делают. Но надеюсь, что она справится в этот раз. Очень хорошо. Всё. Доволен? Да. Анчел взяла быка за рога, поэтому, я думаю, у неё всё получилось. Это было прекрасно, потому что ты смогла полностью расслабиться. Она очень естественно правильно уловила образ, и она очень сексуальная. Просто невероятно. Молодец. У тебя когда-нибудь был тайный любовник? Да. У тебя был тайный любовник. Мне это нравится. Удачи. Не теряй шею. Ты знаешь, что мисс Джей думает о монстрах без шеи? Мне не нравится. Очень неуклюже. Юджина, твоя рука не должна просто лежать на его бедре. Это тайный момент. Вы тайные любовники. Твоя рука не должна покоиться. Она должна хватать его бедро. Юджина работала в полсила. Должна была сказать себе. Да, мне очень неловко, но я всё сделаю на 150%. Моя история. Девушка влюбляется в вампира, и он кусает её. Очень сексуально. Хорошо. Джеда, хватай его. Он только что соблазнил тебя. Ты ещё не мертва. Ты просто отбрасываешь руку. Я должна хорошо сыграть. Мне нужно остаться в шоу. Прекрасно. Последний кадр. По-моему, я неплохо отработала. Большое спасибо. В студии по бэкам у нас в этот раз слабее всех были близняшки и Юджина. Думаю, что кто-то из них сегодня будет под ударом. У тебя, наверное, миллион девушек. Нет, я девственник. Ну, конечно. Ты девственник, Фабио? Конечно. Вы не знали? Я тоже. Тоже? Да. Неужели в Техасе остались девственницы? Да. Я немного волновалась, входя в комнату. Ты готова вцепиться в него когтями? Да. Держи его крепче. У него такие большие бёдра. Большие? Ну и что? Фабио не только высокий, он ещё и крупный, как дерево. Брук? Да. Левую руку чуть выше. Ты пытаешься успокоиться. Он не бросит меня, он не бросит меня. Мне было трудно. Я ведь, по сути, ещё подросток, которого вдруг бросили во взрослую жизнь. Не морщи лоб. У Брук те же проблемы, что и у большинства 18-летних девушек. Она впервые уехала из дома и пытается найти своё место в жизни. Ты теряешь надежду. Твои руки не отпускают его. Брук абсолютно неопытна. Она ещё очень молодая, ей надо дать время вжиться в образ. Последний кадр. Мэл Роуз. Вы только посмотрите на неё. Иди сюда, дорогая. Отлично, Мэл Роуз. Всё шло хорошо. Я сидела на коленях у Фабио, и я влюбилась в него. Думаю, эта съёмка ему очень понравилась. А какому мужчине не понравилось бы это? Прекрасно. Представляете, мне ещё и платят за это. Это весело. Тянись к нему, а теперь отклонись назад. Хорошо. Последний кадр. Думаю, всем не помешает стаканчик холодной воды. Ты идёшь со мной? Нет, он не идёт с тобой. Пока, красавчик. Мне кажется, мне надо плашку 18+, на эту серию ставить. Письмо от Тайры. Завтра вы встретитесь с судьями. Только семеро из вас продолжат борьбу за звание следующей топ-модели по-американски. С любовью, Тайра. Завтра во время судейства в моей школе начнётся выпускной бал. В честь этого я украсила свой угол. Поздравляю. Вот будет обидно, если завтра меня отправят домой. Если среди судей будет директор Элит, мне конец. Она явно не любит такие дела, как у меня. Я очень волнуюсь. У нас с вами Тайра тоже снялась для обложки. Жаль, без этого мужчины. Без этого мужчины-модели. Кстати, спасибо, скинули мне ссылку на группу ВКонтакте, где есть фотки Тайры. Вообще, благодарю вас в очередной раз за поддержку. Вообще, за то, что вы что-то находите и делитесь со мной. Это очень помогает, потому что всё, я охватить не могу, к сожалению. Но вот такие моментики очень мне облегчают жизнь. Поэтому, если эта фотка там есть, вы, я думаю, уже увидели её здесь на экране в качестве. В качестве, которое вообще возможно было добыть. Ну, интересно, вот Тайра, кстати, хорошо здесь отыграла. Мне нравится в целом эта съёмка. Она, кажется, более проработанная, чем обычно мы видим вот эти съёмки перед судейством. Привет! Ещё одна неделя и ещё один отбор. Вам известны наши призы. Во-первых, это контракт с одним из крупнейших модельных агентств в мире, Elite Model Management. Во-вторых, снимок на обложке модного журнала, а также на шести страницах внутри. И, наконец, контракт на 100 тысяч долларов с одной известной косметической фирмой. А теперь позвольте представить вам наших судей. Во-первых, это очаровательный Найджел Баркер. Приятно слышать о себе такое. Мисс Джей Александр – наш замечательный, наш потрясающий тренер. Что тебя вдохновило сегодня на эту прическу? Она похожа на птичьи Рэй. Дорогая, я и сам райская птичка. Твиги – легендарная супермодель и икона мира моды шестидесятых. А также Кэти Гулт – директор Elite Model Management. Вот на кого следует произвести хорошее впечатление. Итак, на этой неделе вы учились быть сексуальными, но не слишком. Посмотрим, как вам это удавалось. Анчел, ты первая. Анчел, у тебя была фотосессия со мной в качестве фотографа, где ты должна была быть чувственной и пугающей одновременно. Кстати, у Анчел и у Тайры Бэнкс в этот момент времени очень похожи фигуры. Мне так показалось. Поэтому, если сейчас будет из Elite Model Management девушка что-то говорить. Но, с другой стороны, Тайра уже модель, которая построила карьеру и ушла, видимо, в ТВ-шоу. Поэтому сравнивать тут тоже, наверное, неправильно. Ну, такое, в общем, замечание у меня. Смотрим твой лучший снимок. Устрашающая фотография. Что скажете про это фото? Я как-то ожидала более дальний ракурс, да, чтобы было плечо или что-то здесь. Так странно. Ну, так странно, у меня вопрос скорее к Тайре, к обработке, к этой. Лицо у Анчел прямо, конечно, пантера-кошка. Ну, сложно оценивать, потому что фотка странная, реально. У меня даже дыхание перехватило. Ты хорошо получаешься на фотографиях, Анчел. Но важно не останавливаться на макияже и прическе и идти дальше. Я поняла. Посмотрим, что у тебя получилось с мистером любовный роман самим Фабио. Любовная пирамида. Вот это да. Ну, неплохо. Это выглядит как готовая обложка для любовного романа. Я бы сказала, что мне не хватает взгляда, вот как на первой фотографии, в камеру, да, вот этого магнитического, вот в этом образе, чтобы она смотрела в камеру, а он смотрел на нее. Вот что-то такое у меня здесь больше виделось. Но в целом мне нравится кадр. Он органичен. Просто не хватает мне, раз она Клеопатра, силы вот этой внутренней, которая бы на кадр нам перенеслась. Я же просил тебя не показывать это фото. Я вижу, что она главенствует над ним, и это большое достижение для молодой модели. И все же кое-что в этом снимке кажется мне вульгарным. Тебе надо научиться приподнимать зад. Пока что ты делаешь так. Точно. Анчел, ты можешь отставлять зад, и это все равно будет красиво. Спасибо, Анчел. Спасибо. Далее у нас Аманда. Привет, Аманда. Этот снимок вполне мог появиться в модном журнале. Мне нравится. Сексуальность. Ну, видите, чуть больше, да, тело появилось. То есть рука. У нас какое-то продолжение. Мне он понятней стал. Сложно оценивать. Ну, выглядит он, конечно, странно. Но странно, мне кажется, так, как и требовалось. Мне он нравится. Ей очень идет этот образ странный. Потому что сама внешность, да, располагает к таким необычным образом. Это не просто какие-то позы. И я все время учу вас тому, что быть сексуальной не означает делать так. И мне нравится, что эта фотография преподносит сексуальность в ином ключе. Очень хорошая работа. Согласен. Аманда, помнишь, как во время нашей первой фотосессии я попросила тебя расслабить руку? И ты спросила, так, а я тебе ответила, даже если я не права, я все равно сделаю это. Когда после этих слов я снова поднесла камеру глазами, я увидела совершенно другого человека. Теперь посмотрим на твой снимок с очаровательным Фабио. Другая женщина. Ну, я вижу здесь то, о чем говорил Джей, и о чем говорила она сама, что она не поняла настроение, не поймала его, и, в принципе, она здесь, на мой взгляд, не передала. Красивый снимок, он выглядит органично, да, он выглядит как обложка книги, обратите внимание, Тайра Бэнкс. Но эмоции, истории, да, которые они за это ставили, я здесь не могу считать. Давайте посмотрим, что судьи скажут. Твоя невинность здесь кажется мне очень сексуальной. Маленькая потаскушка. Ее история гораздо глубже. Я женщина, но я оставляю его ради другой женщины. Да, маленькая потаскушка в квадрате. Спасибо. Далее, Кэриди. Сначала фотосессия со мной. Твой лучший снимок. Сексуальность из серии «Изгоняющий дьявола». Ну, я помню этот снимок. Я, честно сказать, эту фотосессию вспомнила по снимку Кэриди. Я помню, что у нее он прям такой, который невозможно забыть. Круто. Круто. Здесь есть много странностей, да, вот это вот плечо, рука. Это все выглядит странно, да, как будто бы ее чужая рука даже держит, но в этом есть магнетизм при этом. Ну, я не знаю, это просто, наверное, айконик снимок, поэтому тут нечего мне сказать. Очень хороший снимок, Тайра. Спасибо. Во время съемки ты поразила меня своей самоотдачей. Она поворачивалась ко мне, затем в другую сторону. Она издавала какие-то звуки. Я рычала. Жаль, что тебя там не было. Да. Профессиональный фотограф оценил бы это. Уверен. Мне оставалось лишь наставлять камеру и щелкать. Я раньше не видела, чтобы модели так работали. В самом деле? А я занимаюсь этим полушизнью. А теперь посмотрим твой лучший снимок с Фабио. Мне нравится. Он богатый. Ну, здесь вот история, на мой взгляд, читается сразу. Вы, кажется, понимаете, да, кто мне нравится из девушек по работе. Ну, она реально выкладывается каждый раз, на мой взгляд. Я бы сказала, что здесь есть вопросики к Фабио. Он здесь потерялся. Но, опять же, вот у меня в их паре считывается то, что туда изначально заложили. Да, та история, которая потом в книге могла бы быть. Поэтому мне нравится этот кадр, я считаю его удачным. У меня, слышно вам, гоняет кто-то за окном. Это что? Это лето, лето. Человек, а она скребет полы. Ты здесь очень красива. Спасибо. Обычно на фотографиях ты выглядишь очень сильно. Здесь я впервые увидела твою мягкость. Чудесно. Кэрди, ты сегодня выглядишь потрясающе, мне лишь беспокоит количество косметики на твоем лице. Так ты не похожа на модель. Мы постоянно говорим, когда вы уйдете на пенсию, вы заберете всю косметику и сможете наносить на себя хоть тонны штукатурки. Но до тех пор вы должны выглядеть просто и естественно. Конечно, следующая Брук. Очень интересный снимок. Мне нравится, что ты выглядишь так молодо. Красиво выглядит она. Ей идут эти глаза с темными волосами, опять же, да, с темным фоном. Но слабовато. Ну, то есть, вот сейчас, если взять, опять же, Кэриди, да, снимок и даже, например, Аманды снимок, они, конечно, здесь рядом не стоят. Здесь вот, знаете, как подружки собрались, решили сделать тематическую фотосессию. Вот красиво получилось. Но для меня слабо. Не знаю. Но выглядит красиво при этом. Ты постаралась. Я заметила, что в тебе живут два человека. Одна похожа на восторженную дикторшу, которая говорит, да, Тайра, я согласна, что вероятность дождя, равняется 70%. Потом ты приходишь на площадку, и появляется другая. И я не могу понять, откуда она взялась. Ладно, посмотрим твой снимок с Фабио. Не покидай меня. Издалека выглядит отлично. Ну, не знаю, тут даже в Фабио читается некоторая неловкость. Обратите внимание, он как будто бы, типа, ты что ко мне привязала? Как будто бы это, знаете, не отношения мужчины и женщины, а как будто бы это дочка, там, пап, купи. И он такой, господи, отстань, дай мне своими делами заняться. У меня какие-то такие эмоции это вызывает. Ну, да, на бэкстейдже, причем мне казалось, все не так плохо. Меня только смутило, что все в одной позе происходит, да. Но здесь видно, что что-то не то, не хватает опыта. Вот, не знаю, уж повлияли на меня слова Джея, потому что такое тоже возможно или реально. Напишите, что думаете, мне будет очень интересно почитать ваше мнение по этому поводу. Я хочу увеличить. Я не вижу никакого выражения в глазах, не вижу никакого выражения на лице. Я думаю, здесь выбран неверный ракурс. Да. Мне нравятся твои сдвинутые брови, чудесно. Ты схватила образ. Хорошо, Брук. Спасибо. Смотрите, какие разные, причем даже у судей, мнения на этот счет. Когда приблизили, причем я скорее увидела там эмоцию, чем вот, как сказал Джей, что там ничего нет. В общем, интересно, интересно, что не все гладко, да, но не все так плохо у Брук. То есть сами снимки-то неплохие, просто в сравнении с другими девчонками она проигрывает. Далее, Мишель. Вы использовали свои шансы. Слушайте, интересный кадр, она прям такой здесь сорванец. Но единственное, тут же была задача быть устрашающей. Здесь, конечно, другая эмоция, как мы видим. Эмоция вот этой серии, да, которую они хотели. Интересно, что они скажут, но в целом снимок отражает, мне кажется, Мишель хорошо и такой игривый. Мисс Таинственность. Она похожа на пожирательницу мужчин. Думаю, это одна из лучших сегодняшних фотографий. Было много более спокойных фотографий. Сначала я выбрала одну из них, но в последнюю минуту изменила решение и взяла этот снимок. Для меня очень важно, что девушка в состоянии вырваться из привычного образа. Идем дальше. Фотосессия с Фабио. Кто папочка моего ребенка? Он ушел на войну, через два года вернулся, а у нее уже ребенок. А, я сначала не поняла идею этой съемки. Я почему-то подумала, что там все чуть ровнее, да, что просто они пара с ребенком. Но в этом ключе, ну, я, если убрать бэкстейдж, да, если убрать то, что Джей ее ругал, я здесь как будто бы эту историю вижу и в глазах Фабио, и в глазах Мишели. Не знаю, как вам? Мишель, здесь ты явно чувствуешь какую-то неловкость. Может, потому что я никогда не лежала в постели с мужчиной? Я начала сниматься в 15 лет и была девственницей. Я тоже. Но я знала, как это делается. Отсутствие опыта тебя не оправдывает. Ты также не была деволицией. Не участвовала в шоу черных волос и никогда, я надеюсь, не страдала булемией. Но ты убедительно изобразила эти образы, так что не оправдывайся тем, что ты что-то не делала. Спасибо. Теперь Юджина. Мне нравятся твои прямые волосы. Спасибо. На этом снимке у тебя самые выразительные глаза из всех, что я видел на твоих фотографиях. Я сначала подумала, что Найджел скажет из всех девушек, и я хотела уже поспорить, потому что для меня здесь скорее испуг у нее, да, а была задача напугать. То есть другая сторона должна быть. Мне снимок не нравится вообще. И она здесь как-то и красоты нету для меня, и странности нету, и испуга-то нету. Ну, точнее, ее испуг есть, да. С моей стороны меня не пугает она своей красотой или таинственностью. В общем, кажется мне слабым этот снимок. Даже несмотря на линзы, потому что в глубине она безумно, в ней чувствуется зло. О чем ты думала в тот день? Может, я злилась на кого-то? Когда тебе задают вопрос, постарайся ответить так, чтобы мы тебя поняли. И будь милой. Сейчас ты не милая. Я просто пытаюсь быть самой собой. Скажи, ты очень хочешь стать моделью? Да, очень. Конечно. К сожалению, ты меня не убедила в этом. На прошлой неделе мы отправили домой девушку, в которой не увидели страстного желания стать моделью. Сейчас мы не видим этого и в тебе. Нам трудно, потому что ты закрыта. Ты говоришь так, будто все, что происходит вокруг, тебе безразлично. Ты не видишь себя со стороны. Не забывай о хороших манерах. Посмотрим твой лучший снимок с Фабио. О нет, он не блестящий. Хороший снимок, но он смотрит... Мне, опять же, мне бэкстейдж даже больше показался. Более убедительным для меня он был. Здесь, конечно, не знаю специально или не специально, но снимок странный довольно. Помните, у них была история про то, что их застали, да застукали. Здесь, ну и не знаю, ну очень странно. Как будто просто у них фотосессия такая. Фотограф сказал им принять свою позу. А вы видите это? Это лапы. Она тут просто вырубилась. Я не могу вообще с кисой. Очень интересная серия у нас. Ты целишь издалека. И прежде всего потому, что у тебя прекрасное тело, но при близком рассмотрении я не вижу ничего в твоих глазах. Не знаю, о чем ты думала, когда я снимала тебя, но ты должна была показать это. Спасибо, Юджина. Спасибо. Следующая Мелроуз. Ты выиграла конкурс, поздравляю. Спасибо. Твой лучший снимок. На мой взгляд, это пока твоя лучшая фотография. Мне не очень нравится. Мне кажется, каким-то хэллоуинским снимком это, не знаю. Как это объяснить? То есть красиво. Очень красивые скулы, да, и подчеркнули. Очень красивое лицо. Ей этот образ идет в целом. Она такая, да, у нас ведьма. Есть что-то там такое. Но как будто бы, знаете, фото на пробу фильм ужаса. Что-то такое. То есть для меня здесь не совсем читается вот идея фотосессии. Хотя если взять отдельно взгляд, вот оторван от этой позы странной, да, вот меня именно это смущает, взгляд, он цепляет. Он, да, есть в нем какая-то магия. В общем, не знаю. Нет у меня единого мнения по фоткам. Как-то все очень хорошо. Все справились, по сути. И из-за этого еще сложнее придираться. Потому что, помните, у нас в предыдущих сезонах как будто бы слабее состав девушек был. Или мне так показалось, что было прям явно плохо-хорошо, плохо-хорошо. А здесь как будто хочется уже глубже, да, копать, придираться к чему-то интересному. Снимок прекрасный, но если снять косметику и линзы, это будет похоже на рекламу какой-то косметической линии. Я не чувствую того, что должно было быть у тебя внутри. Идем дальше, Мэл Роуз. Твой лучший снимок с Фабио. Леди Ночин. Отличный снимок. Мне тоже нравится лучший из этой серии. Я здесь чувствую между ними какую-то, ну, химию, да, принято говорить. Ну, они как-то органичны в этом образе. Они смотрятся парой. У них есть какое-то взаимопонимание. И видно, что им комфортно друг с другом. Я думаю, что это очень важно. Но это скорее не заслуга кого-то из них, а просто вот так бывает, что они сошлись. Может быть, то, что оба уверены в себе, понимают, что они делают работу, что это надо сделать хорошо. В общем, не знаю, что она повлияла. Но с ним действительно классный, органичный. Рассказывают историю. Это очевидная сексуальность. Это легко. Ты знаешь, как это делается. Иди дальше. Я буду тренироваться перед зеркалом. Следующая, Джеда. Ты готова увидеть свою фотографию? На этой фотографии я впервые вижу тебя такой. Прежде всего, она устрашает. Не знаю, о каких страхах ты думала, но образ удался. Дженна, ты неплохо работала с самого начала, но потом у тебя появилось это выражение лица, и я почувствовала, что фотография получилась. Но сейчас ты тоже кажешься испуганной. Я тоже хотела сказать, что фотка сама по себе интересная, но меня смущает реакция Джеды на судействие. То есть она сразу подошла, глаза закрыла, что она готовится себя увидеть какой-то некрасивый, а снимок-то интересный. Да, она там такая ugly beauty, но она круто выглядит. Ну, в общем, вопрос принятия себя. Если она этого не сделает, я думаю, третье судейство, когда она будет в двойке последних, рискует стать последним для нее. Может быть, ты хочешь домой? Я дважды была в числе двоих последних и чувствую, что должна показать себя. Твое фото это сделало. Но Найджел прав, нам хотелось бы увидеть в тебе больше энтузиазма. Вдохнови нас. А теперь твой снимок для любовного романа. И это роковой поцелуй? Он вампир. Я все время чувствовала его дыхание. Моя дорогая модель должна уметь вживаться в образ. Здесь видно, что его близость тебе неприятна. Ну, она прям себя закапывает вот этими фразами, мне кажется. А еще мне кажется, что на бэкстейдже я видела более удачные позы, более интересные, которые прям раскрывали историю. Здесь, ну, я не знаю, если все ее выглядит, я буду приверженца теории заговора, что фотку выбрали специально плохую. Потому что там было что-то хорошее, когда она сидела, он стоял, что-то там к шее. Ну, в общем, было интересное. Посмотрим. Она боится, что каждую неделю ее будут бросать, и она прекрасна. Ты продолжаешь думать, рано или поздно я поеду домой. И рано или поздно судьи скажут, она хочет поехать домой, отправим ее домой. Спасибо, Джеда. Итак, теперь судьи должны решить, кто из вас поедет домой. Когда я позову вас обратно, вы узнаете, кого мы исключили сегодня. Пора решать, кто поедет домой. Брук. Я считаю, что Брук становится все лучше и лучше. А мне она продолжает казаться участницей конкурса красоты. Согласна, она больше похожа на королеву красоты. Анчел. Экзотическая и сексуальная. Эта фотография Анчел, возможно, одна из моих любимых, но даже здесь она слишком красива. Конечно, именно это ты и хочешь услышать, когда речь идет о модели. Красивая, стройная, симметричная. Но у нее все слишком. Может, она не знает, что с этим делать? Аманда. Ее красоту не назовешь классической. Аманда сделала большой шаг вперед. Думаю, это поворотный пункт. Когда я снимала ее, она была очень зажата. Но я сказала, выпусти себя на волю. И она выпустила. Джеда. Фабио давлеет над ней. Она не похожа на модель, она похожа на жертву. Может быть, она здесь говорит, будь я проклятой, если позволю себе снова оказаться в числе последних. Я не понимаю, как можно за одну неделю получить такую сильную фотографию и такую слабую фотографию. Согласна, Кэриди. Мне нравятся ее руки. Нравится язык ее тела. Да. Она все время слишком старается быть моделью. Я согласна с тобой. Слишком сильный напор. Есть разница между желанием и одержимостью. Юджина. Так и хочется ей сказать, дорогая, займись-ка своими манерами. Меня поразил этот снимок, но я не могу ходить вместе с ней на все съемки. Вы понимаете, что я имею в виду? Она всегда должна быть такой. Мелроуз. Мелроуз не знает, как быть странной, пугающей. Она все время улыбалась, пока я ее снимала. Возможно, Мелроуз более комфортно чувствует себя в образе Леди Ночи? Да. Мишель. Она само воплощение моды. Я считаю, что это самая слабая неделя для Мишель. Я ей не верю. Меня всегда огорчает, когда девушки начинают оправдывать себя тем, что не имеют опыта в чем-то. В нашем шоу и многое приходится делать впервые, верно? Кто все-таки отец ребенка? Ты отец ребенка. Я отец ребенка. Восемь прекрасных девушек стоят передо мной, но у меня в руках только семь фотографий. На них изображены девушки, которые продолжат участие в шоу «Топ модель» по-американски. И первым я называю имя... Аманда. Мисс Прогресс. Тебе пришлось нелегко, но ты все шла и шла вперед. Поздравляю. Давайте посмотрим на это моменте, пока я не забыла. И, в принципе, сейчас логично посмотреть, кто у нас на прошлой неделе, отталкиваясь от нашего с вами голосования в Телеграме, занял первое место. У кого был лучший снимок, ну и у кого худший, тоже обратите внимание. Неожиданно для меня, что сейчас они выбрали Аманду первой. Мне показалось, что им не сильно, это прям понравился ее второй снимок. Первый снимок, да, был интересный. Странно. Ты продолжаешь участие в шоу «Топ модель» по-американски. Спасибо. Следующее имя, которое я называю... Кэриди. Поздравляю. Анчел. Анчел, эта фотография прекрасна. Другая твоя фотография прекрасна. До этой недели мы видели на фотографиях лишь твои сомнения. Покажи нам уверенность в себе, не только на этой неделе, но и дальше. Поздравляю. Я называю следующее имя. Мэл Роуз. Поздравляю. Ты продолжаешь участие в нашем шоу. А что с блондом Мэл Роуз? Почему она желтого цвета стала? Я вообще не... Неужели в тот раз вы прикопались к ней, что... Там были комментарии, есть, там, одни из самых залайканных, что скажите кто-нибудь Мэл Роуз, чтобы она помыла голову. Теперь у нее желтые какие-то волосы. И неужели протонировать нельзя, я не знаю. У нас же были уже блондинки. Им же, наверное, тонировали, обновляли же цвет. Странно. Спасибо. Джеда. Я хочу тебя похвалить. Ты подошла сейчас ко мне так, будто заслуживаешь того, чтобы быть здесь. Понимаешь, о чем я? Хорошо себя чувствуешь. Ты продолжаешь участие в нашем шоу. Следующее имя, которое я называю... Мишель. Ну что, мисс оправдания? Я этого никогда не делала, меня никогда не обнимали. Больше никаких оправданий, Мишель. Поздравляю. Ты продолжаешь борьбу за звание следующей топ-модели по-американски. Брук и Эджина, подойдите, пожалуйста, ко мне. У меня в руках только одна фотография. На ней изображена девушка, которая продолжит борьбу за звание следующей топ-модели по-американски. Та, чьи имя я не назову, немедленно вернется в отель, соберет вещи и уедет домой. Вы стоите здесь по разным причинам. Судим, нравится яркая индивидуальность одной из вас. Но они продолжают говорить. Продержалась ли она так долго благодаря своей восторженности, или же в ней все же есть потенциал модели? У второй точно есть потенциал. Но судим, этого мало. Модель должна быть скромной. Она должна уважать других. Надеюсь, мы это увидим в тебе, Юджина. Поздравляю. Ты продолжаешь участие в нашем шоу. Спасибо. Пожалуйста. Я могла бы быть на выпускном вечере. Это очень жестко. Это очень жестко. Я надеюсь, что это не сценарный ход, иначе это вообще перебор. Во-первых, аргументы. Я просто редко останавливаю до речи финальной. Но они знали, что она получила подарок выпускному. Они сняли то, что она украсила комнату. Она проговорила то, что, блин, будет очень, конечно, странно, если меня сегодня выгонят. И не было предпосылок, кроме вот одной фотографии, чтобы ее выгонять. Ну, то есть, окей, были предпосылки. Но Джеда и Юджина у нас, по-моему, давно на дне находились. Я вообще не понимаю. Я вообще не понимаю. Я согласна, что у Юджины потенциал внешней моделей больше. Но она же слабая. Она же слабая себя показывает на шоу. Брук как-то более интересный как персонаж. В общем, я не знаю. Ну, наверное, мне жалко ее из-за того, что все-таки выпускной она пропустила. Из-за них, из-за всех это в этот же день ее выгнать. Надо так. Все, извините, все. Я добомбила. Пишите, что думаете вы. Я люблю вас, девочки. Брук, ты сказала, что могла бы быть сейчас на выпускном вечере. Зал заполнен красивыми и нарядными девушками. Но поверь, очень многие из них хотели бы быть сейчас на твоем месте. Я знаю, я тоже хочу быть здесь. Ты закончила школу, но пропустила выпускной бал. Надеюсь, у тебя все служится прекрасно. Спасибо, хоть обняли. Блин, я не знаю. Вообще ужас. Причем я не считаю Брук сильной какой-то моделью, что могла она выиграть. Но это жестко. Я не думала, что меня исключат. Я все отдала, чтобы быть здесь. И по иронии судьбы, именно сегодня я отправилась домой. Но и во второй раз я поступила бы точно так же. Я узнала здесь очень много нового. Я повзрослела. Я уезжала из дома школьницы, я возвращаюсь к взрослым человеком. Ну ладно, она хорошо отреагировала. Вроде сделала хорошие выводы. Брук, конечно. Ну она действительно, хоть она не выглядит прям школьницей, да, внешность у них у всех как будто старше, чем они есть. Но по реакциям, по тому, как она себя ведет, чувствует, это заметно. И, наверное, ну да ладно, окей. Круто, что она сделала такие выводы, уходя. Так, ну просто вот посмотрите на эту мадам. Она всем своим видом и тем, что она не уходит, напоминает, что подарочек ждет того, кто нам предложит креативную фотосессию классную, которую вы здесь провели. Я вам скажу так, не сдерживайте фантазию свою. Возможно, кстати, у кого-то были даже идеи. Я знаю, что точно у кого-то были идеи, наработки, чтобы вы там покреативили в этом шоу, будучи. Жду от вас идеи фотосессии. Не забывайте заходить лайкать, я тоже зайду обязательно по лайку. Лайкать можно много вариантов, которые вам понравятся. Там в любом случае будет понятно, кто выходит вперед. Спасибо, что посмотрели этот выпуск со мной до конца. Я надеюсь, что он вам понравился. Я надеюсь, что вы будете ждать следующую серию, восьмую. Не буду вас настраивать, но скоро у нас будет спецвыпуск. Я думаю, что совсем скоро. Или просто скоро. Но когда-то точно будет. Ладно, классная вам будущая неделя. Всем пока-пока. Киса. Все, можно просыпаться. Можно просыпаться. Серия закончена. Встаем. Ладно, мы остаемся с ними спать.